Я как-то читал книгу великого антрополога, антрополога звали Арнольд Гелен, и он описывал поведение скворца. Представьте сейчас скворца, который живет вообще в доме, в неволе, он тут же родился, никуда не вылетал на природу, молодой скворец. И вот однажды приходит время, и этот скворец зимой начинает видеть муху. Мы знаем, что никакой мухи нету и быть не может, но он ее так сопровождает глазами, потом он вдруг бросается, делает вид, что он ловит эту муху, потом долгое время как-то охорашивается, там стряхивается, объедки себя стряхивает. Потом проходит некоторое время, он опять видит муху. То есть мухи, конечно, нет. Я зачем это все вспомнил? Однажды, когда-то я поехал к квартирьерам, строят ряд. Моя задача была сделать в глухом-глухом месте, это называлось Красная Слобода, около Туринской Слободы. Там место, где была глухая деревня, в ужасном, раздолбанном деревенском общежитии, где пили сельские алкаши. Мы сделали для приема бригады отрядные, сделали прекрасную комнату на втором этаже, сделали железную дверь, залегли. Я на одной кровати, на другой. Человек, который был старше меня на два года, пришел через армию, а я был после первого курса. Он мне сказал, хочешь почитать? Вот я тебе прочитаю стихи про любовь к весне. И он прочитал целую тетрадь. Я говорю, а кто она, которой ты признаешься в любви, в страстях? Он говорит, не знаю. Это я в армии написал. У нас там женщин не было. То есть я что хочу сказать? Что у скворца, что у человека периодически внутри наступает весна, когда надо в кого-то влюбиться. Это мало связано с погодой. Может быть холодно, может быть вообще грязно, может быть ужасно все оформлено какими-то домами хрущевскими. И это неважно. Внутри есть потребность весны. И в это время пора влюбляться. Неважно в кого, можно писать стихи. А потом надо набрать подходящих женщин, на которые это можно спроецировать. И прекрасным образом обойтись вот этим чувством, которые нас порадуют.